И было в тридцатый год, в четвертый месяц, в пятый день месяца, когда я находился среди переселенцев при реке Хавари, отверзли с небеса и я видел видение Божие. В пятый день месяца, это был пятый год от племнения царя Иоакима, было слово Господне Киези и Килю, сыну Вузия, священнику с земли Халдейской при реке Хавари, и была на нем там рука Господня. И я видел, и вот бурный ветер шел от севера, великое облако и клубящийся огонь и сияние вокруг него. А из середины его как бы свет пламени, из середины огня, и из середины его видно было подобие четырех животных, и таков был вид их, облик их был, как у человека. И у каждого четыре лица, и у каждого из них четыре крыла, а ноги их, ноги прямые, и ступни ног их, как ступни ноги у тельца, и сверкали, как блестящая медь. И руки человеческие были под крыльями их, на четырех сторонах их. И лица у них, и крылья у них, у всех четырех крылья их соприкасались одно к другому. Во время шествия своего они не оборачивались, а шли каждое по направлению лица своего. Подобие лиц их пятьсо человека и лице льва, с правой стороны у всех их четырех, а с левой стороны лице тельца у всех четырех, и лице орла у всех четырех. И лица их, и крылья сверху были разделены, но у каждого два крыла соприкасались одно к другому, а два покрывали тела их. И шли они, каждая в ту сторону, которая при лицем его, куда дух хотел идти. Туда и шли, во время шествия своего не оборачивались, и вид этих животных был, как вид горящих углей, как вид лампад, огонь ходил между животными, и сияние от огня, и молния исходила из огня. И животные быстро двигались туда и сюда, как сверкает молния. И смотрел я на животных, и вот на земле подле этих животных, по одному колесу перед четырьмя лицами их. Вид колес и устроение их, как вид топаза, и подобие у всех четырех одно, и по виду их, и по устроению их, казалось, будто колесо находилось в колесе. Когда они шли, шли на четыре свои стороны, во время шествия не оборачивались, а ободья их, высоки и страшны были они, а ободья у них, у всех четырех, вокруг полны были глаз. И когда шли животные, шли и колеса подле них, а когда животные поднимались от земли, тогда поднимались и колеса. Куда дух хотел идти, туда шли и они. Куда бы ни пошел дух, и колеса поднимались наравне с ними, ибо дух животных был в колесах. Когда шли те, шли и они, и когда те стояли, стояли и они. И когда те поднимались от земли, тогда наравне с ними поднимались и колеса, ибо дух животных был в колесах. Над головами животных было подобие свода, как вид изумительного кристалла, простертого сверху над головами их, а под сводом простирались крылья, их прямо одно к другому, и у каждого были два крыла, которые покрывали их, у каждого два крыла покрывали тела их. И когда они шли, я слышал шум крыльев их, как бы шум многих вод, как бы глаз всемогущего, сильный шум, как бы шум в воинском стане, а когда они останавливались, опускали крылья свои. И голос был со свода, который над головами их, когда они останавливались, тогда опускали крылья свои. А над сводом, который над головами их, было подобие престола, по виду, как бы из камня сапфира, а над подобием престола было, как бы, подобие человека вверху на нем. И видел я, как бы, пылающий металл, как бы вид огня внутри его вокруг, от вида чресел его и выше, и от вида чресел его и ниже, я видел, как бы, некий огонь, и сияние было вокруг него. В каком виде бывает радуга на облаках во время дождя такой вид имела это сияние кругом. Езехил, первая глава, это, конечно, очень сложно до конца понять, что случилось, то, что точно он видел, ну, это, наверное, специально, чтобы это просто осущение, осущение славы и силы и так далее. В первом стихе написано, что Езехил это видел, пока он находился среди переселенцев при реке Хавари, который в Вавилоне. Помните, написано, что когда Израил шли в плене в Вавилоне, они садили при реках Вавилона и плахали, вредали, поскольку они воспоминали Сион и Израил, и Усалим. И так они там сидели, зная, что они согрешили, зная, что они страдают из-за своих грехов и так далее, зная, что они не то сделали, и они сидели там при реках Вавилона на слезах. И Езехил видел, тот громадный, зловесный видение Херувимии. И, наверное, это специально, так чудесно, чтобы мы не сможем это выразить как-то на картинах или на визуализации, мы не сможем до конца это делать. Хотя тот видео совсем неплохо, ну, намерялся это делать. И я думаю, это все-таки, чтобы показать ему, что ты не один, и этих людей, хотя вы согрешили, вы не то и страдаете из-за греха, я все равно с вами. И мои чудеса, и мое чудесное присутствие все равно, все равно с вами. И это вот начинается говорить именно к нам сегодня, потому что мы тоже так чувствуем, что, конечно, я согрешил, вот, я страдаю из-за наследствия моего греха, даже суд Божий против мне. Но это не значит, что Бог как-то закончил с нами. Это не значит, что Его присутствия нет. И поэтому, и поэтому, вот видите, это говорится прямо к нашему ситуации вот сегодня. И что Бог с нами, Его слава, Его слава все равно рядом. Четвертый стих написано, я видел, и вот бурный ветер шел от севера. От всех пророков написано, что вавилонцы, все врагов Израиля, они шли от севера. А здесь написано, что слава Господне, тот видение Херувимии, что это шел от севера. Я думаю, что это все-таки, чтобы показать, что то, что случилось с вами, когда от севера пришли эти вавилонцы, которые воевали против вами, побеждали, уничтожали ваши храмы и город Иерусалим, вы знаете, это все равно от меня. Это все равно, не просто случайно. Это все равно, не просто так, то, что случилось в жизни, что людей, которые сильнее тебя как-то, тебя вот бил и уничтожал. Я все равно был с ними. Я действовал через этих людей. И моя слава даже можно видеть, даже в этом. Поэтому, как образ, который постоянно видно, есть образ человека в пятом стихе. Облик их был как у человека. То есть всякий, тот чудесный, система, ну, где было видно подобие четырех животных, как-то какой-то образ и облик человека лежал там. И это, чтобы показать, что я, Господь, который так далека от вас в одном плане. Моя слава выше, вами все равно, все равно. Я с вами, даже хотя ты лишь человек, мою славу не так, но далека от вас. Ту дистанцию, которую вы как-то почувствуете между мною и вы на земле. Вы там, в Вавилоне. В Вавилоне, страдая из-за вашей греховности, я все равно с вами. В седьмом стихе. «А ноги их, ноги прямее, и ступни ног их, как ступни ноги у келца». То есть прямее. То есть это не случайно, то, что случилось с Израилом. Это не просто неудачная ситуация, когда они вавилонцы пришли, и всякая беда случилась. Бог хотел показать, что нет, это прямое. Я все это намерал, я все это сделал. Иногда есть такие дни в нашей жизни, когда кажется, что все очень даже неуспешнее и все неудачнее для меня день. Вот это случилось плохо, это плохо, чувство о себе плохо, это не то, это отмещение, ломался с этим человеком, и вот это сломался, и вот-вот-вот. Это от Бога все равно. И так как в этом визуальном плане объясняется, что ноги прямее, то есть Бог все это контролировал, все сделал под Его контролем. Это не так, что иногда Бог как-то потерялся, или сдавался, или вообще отошел от нас, и все просто неудачные ситуации происходят в нашей жизни. Нет, Он с нами. Опять в 8 стихе. И руки человеческие были под крыльями их, на четырех сторонах их. Это, наверное, значит, что все равно направление этого системы славы, направление этих херувимий, этих ангелов, как мы хотим это представить, это как-то под контролем человека. То есть, поскольку мы молимся, поскольку мы живем так, как надо, мы сможем влияться на направление этого, движение, действие Божие. Так как в Откровении мы тоже читаем, что похожее. Там читаем, что молитвы верующих шли на небесах, и тогда вот в небесах шел какой-то ангел, и ангел сделал кое-что чудесное здесь на земле. То есть, это все-таки, чтобы показать нам, что есть на самом деле влияние человека на небесах. Хотя мы чувствуем, что, ой, его слава, масштаб его действия, это гораздо выше человека. Кто я? Как я могу как-то влияться на движение Духа Божия, на вообще действие Божие? Как я могу это делать? Я лишь человек. Я здесь такой маленький. Когда мы видим эти фотографии планеты, Марс, Луна и так далее, мы думаем, а кто человек? Кто я? Здесь на этом маленький планет, незначительная планета. Кто я? Кто я? На движение и действие Божие. А здесь написано, что вот тут чудесный, славесный, скажем, система ангелов, Херувимии, которые, кажется, сверх нашей возможности даже как-то связаться с этим. Написано, руки человеческие были под крыльями их, то есть поддерживал на четырех сторонах их. Я понимаю тогда, что это ободрение для тех, которые сидели там при реках Вавилона на слезах, что да нет, молитесь, будь с Богом, и ты сможешь даже влияться на вообще вращение Божие, на движение Его действия с человеком. И мы тоже. Опять, это говорится прямо к нами сегодня. Кто я? И чтобы мои молитвы вообще имели бы какую-то силу у Бога, а мы сможем. Мы молимся, и что-то случится. Если мы не молились, это не случилось бы. Девятый. Девятый. И лица у них, и крылья у них у всех четырех. Крылья их соприкасались одно к другому. Во время счествия своего они не оборачивались, а шли каждую по направлению лица своего. Это опять немножко сложно понять, что случилось. То, как написано, что было, как будто колесо находилось в колесе. Я понимаю, что это значит, что мы в одном плане шли в разном направлении, а в другом плане они шли в одном и то же направлении. Это парадокс, который нельзя выразить тоже словами. И это просто видение, которое пробовал в визуальном плане это показать. Но опять мы это чувствуем и видим и в нашей жизни сегодня. Что в одном плане кажется, что Бог вёл меня туда, а в другом плане кажется, он вёл меня наоборот, в совсем другом направлении. И скептики или атеисты сказал бы, что ну это хайос, это ничего. Нет. Это даже показательство, что Бог есть. Потому что Его путём должен быть сверх наших. Значит, что да, это было бы из нашего взгляда, да, это кажется противоречие или парадоксалным. И что в одном плане Бог вёл меня, ободрил меня вот туда, а в другом плане Он ободрил меня наоборот. А что это значит? Это не парадокс, это не значит, что Бог как-то не знает, о чём Он играет. Он прекрасно знает. Это наша перспектива, потому что мы лишь человек и не Бог. Где мы чувствуем, что ну что это? Это, конечно, должен быть так, что если я лишь человек и Бог есть Бог. Конечно, Его пути, Господни, тогда неисповедимы. То есть это нельзя им объяснить до конца. Чаще всего мы поищем от Бога совет, вращение, допустим, где жить. Видим одну вариант. Ага. Кажется, да, Он вёл меня и туда, во-во-во, хорошо. А в другом плане мы думаем, а нет, а Бог и тоже дал мне возможность жить там, в другом месте. А что, Господи, дай мне, вот, пожалуйста, чётко, ясно объяснение, куда мне? Ну, пути Господни неисповедимы. Он дал нам выбор, настоящий. И кажется, так, как будто колесо находилось в колесе. То есть они все как-то в другом направлении ходят, но и в одном и то же направлении. Это парадокс. Поэтому у нас есть тут видение, потому что это объяснить словам, наверное, сложно. Поэтому тут визуальные, скажем, репрезентации этого, написано здесь. Они все, как эти крылья, написано, что они в другом направлении, но и то же шли. Каждое по направлению лица своего, но и то же вместе шли. Итак, не переживайте, если кажется, что Бог как-то вёл тебя и туда, и сюда. Это да, это так будет. Но это не значит, что Бога нет. Это значит, что Бог есть, и ты человек. Десятое. Подобие лиц их, лицо человека, лицо и вам, с правой стороны, у всех их четырёх. А с левой стороны, лицо телца, у всех четырёх, и лицо орла, у всех четырёх. Как может быть, что у тебя есть одно лицо, но у всех четырёх и тоже есть другое лицо. Это тоже парадокс. Ну, кажется тогда, что будет обязательно из-за человеческой стороны парадокса и противоречия у Бога. Атеистов очень любят сказать, что, ой, это противоречие, тогда Бога нет. Наоборот, я считаю, что это даже доказательство, что Бог есть. А какой тогда, какой Бог ты хочешь? Бог, который простой, так как человек? Бог, который не делает никакой противоречии на глазах человека? Это был бы человеческий Бог. А факт того, что Бог есть Бог, и мы лишь человек, это понятно. Что поверхности, это будет касаться так, что есть противоречия в его действии с нами. Помните, когда Израил вышли из Египта? Они жили там в пустыне, у них двенадцать колен. И каждый раз, когда они сделали свой стан там в пустынях, Бог объяснил им, какие колена должны быть где. И вообще сделали так, что внутри этого стан был скинье. И возле этого скинье три колена Израильева на север, три на запад, три на юге, три на востоке. Итак, у всех этих четырех группах, три колена, был какой-то стандарт, у них был какой-то знамена. И по традиции, это не по-библейски прямой, это по еврейской традиции, эти четыре стандарта, эти четыре знамена, которые были у них. Это был человек, льва, орла и телца. И так, когда Езехи увидел, что там на небесах и тоже такая система, он как еврей, тем более как священник, сразу сделал бы ассоциации с Израилом, с Таном, Израилом. И это все-таки, чтобы показать ему, что вы здесь садите в Вавилоне, в плене, и все плохо для вас, а знайте, что ваша ситуация здесь на земле. Имеется свое отражение на небесах. Так как был четыре части стань Израилева, четырех стандартов и знамений, и тоже есть на небесах. На самом деле, у каждого человека есть ангел-хранитель. И тот ангел-хранитель существует прямо перед лицом Бога на небесах. Поэтому Иисус сказал в Новом Завете, не надо оскорблять этих маленьких, потому что не знайте, что у них, у каждого есть свой ангел-представитель на небесах. Так не надо им оскорблять. И тогда Израил садили там, при реках Вавилона, чувствуя, что мы совсем здесь забыты, и мы здесь сидим на слезах, и Бог как-то далека. И тут чудесное видение. Это было, чтобы показать им, что нет, вы там не садите ни одни, одна, нет, Бог с вами. И знайте, что в вашей ситуации здесь, на земле, имеется свое отражение, там на небесах. Он прекрасно видит ваши ситуации. У вас всех есть ангел-хранители, и они там существуют, на небесах. И тоже Езехил видел, как эта система херувими ангелов поднялся и двигался. Поднялся и двигался. Это, наверное, все-таки, чтобы показать, как когда Израил, или юды точные, вышли в плене из Иерусалима до Вавилона, тот система херувими и тоже шел с ними. То есть даже при грехопадении и даже при осуждении от Бога для греха, все равно Его присутствие с нами, все равно Его присутствие с нами, это не значит, что грех это ни при чем, что грех Божий, суд Божий это ни при чем, не переживайте. Нет, это страшно. Но Бог настолько любит, что даже при наказании Его детей за наше грехопадение, Он все равно с нами. Это чудесно. Потому что Он нас любит. Мы являемся Его дети. И Он хочет, в конце концов, чтобы мы будем жить вечно. И опять в 12 стихе. И шли они, каждый, в ту сторону, которая пред лицом Его, куда Дух хотел идти, туда и шли. Время исчезтия своего не оборачивалось. Значит, что они вышли из Иерусалима в плене, в Аверония. И Бог хотел им показать, что это для меня из моего сторону, прямой путь. Я все-таки это планировал и видел, и даже присутствовал с вами. И Дух Божий был в этом. И опять у них, наверное, было осущение, что это все просто неудачные ситуации, которые случились. Это все как-то случайности и так далее. И Бог хотел им показать, что это никакой случайности нет. Мой ангелов вылез с вами. Мой ангелов, мой кровимый даже, шел с вами туда, в самом темном месте, там в Аверонии, где в Аверонии находится. И это все прямое. Для меня это все прямое. Это не шанс, это не случайность, это не просто неудачность. 15 стихе. И смотрел я на животных, ну, четырех животных, и вот на земле подле этих животных по одному колесу перед четырьмя лицами их. Вид колес и устроение их, как вид топаза. Что значит тогда тот колесо, которое он видел на землях. Я думаю, это ощущение о том, что это колесница. Что вот этих, ну, четыре колеса, и над ними были эти херувими. И это был на земле, имел контакт с землей. Получается тогда, что Бог хотел им показать, что я с вами. И когда вы шли туда, в Аверонию, я все равно с вами. То есть я как-то имею связи прямо на грязь этого земли. Написано, что этих колеса в восемнадцатом стихе у всех четырех вокруг полный был глаз. Полный глазами. Полный глаз. Глаз, это, конечно, знание. И Бог хотел им показать, что я прекрасно знаю вашу ситуацию. Опять, в первом стихе мы видели, как они сидели при реках Павелона, думая, что Бог как-то забыл, что Он как-то далека от нас. И мы тоже иногда так чувствуем, что Бог далека, Бог как-то забыл, Он не видит в моей ситуации. Но колесо написано у всех четырех вокруг полный был глаз. Полный глаз. То есть, чтобы показать Израилу, что я знаю прекрасно вашу ситуацию, хотя вы согрешили и сейчас страдуете из-за этого. Я вполне знаю. Я в курсе. Я вижу. Я вижу в полной. И когда шли животные, шли и колеса подлить них. Это опять, чтобы... А когда животные поднимались от земли, тогда поднимались и колеса. Я думаю, это все-таки, чтобы показать Израилу, что когда вы согрешили, вышли из Иерусалима до Вавилона, я и тоже шел с вами. И так, когда мы согрешаем, это не так, что Бог как-то уходит от нас, Он как-то даже не смотрит над нами, Он как-то думает, что это такой позор, что я туда не смотрю. Это, конечно, очень болный для Него. Наш грех. Это очень вредный и болный для Бога. Но просто имел в виду, что я все равно хожу и ходил с вами, даже во время вашего самого страшного грехопадения и суть и страдания из-за этого. Столько раз повторился в 21-м. Когда шли те, шли и они. Когда те стояли, стояли и они. Когда те поднимались от земли, тогда наравне с ними поднимались и колеса. Ибо дух животных был в колесах. И над целью эта система херувимии, колеса и так далее. Он видел трон в 26-м стихе над сводом, который над головами их было подобие престола. А над подобием престола было как бы подобие человека вверху. Видите, как бы подобие человека. Это все язык как-то не совсем ясно. Как бы подобие. Было подобие престола. И мне кажется тогда, что это говорится о том, что Бог есть Личность. Чтобы под всякий этого был трон и там в самом Боге. Ну, конечно, это немножко примитивно. Для нас, как, ну, человек, как-то говорить о существовании Бога в таком плане. Поэтому как бы подобие человека. Это непрямое написано, что он человек, потому что Бог не человек. И это, конечно, очень святой момент. это очень святой, очень духовной тему. И надо обратиться к этому насчет естествия и природы Божьей с уважением. И прямое сказать, что Бог такой, Бог такой. Это нельзя. Поэтому как бы подобие человека вверху на нем было подобие престола по виду как бы из камня сапфира. Это немножко неясно. И понятно неясно. Потому что если написано, что ну ладно, там был престоль и на престол Бог как человек сидел. Да нет, это было бы безуважением. И ну ладно, престол это что, дерево что ли? Золото? Что за престол? Ну все равно помните как Бог создал Адам подобием и по образом его. И я тогда понимаю, что Бог он не просто облако. Он не абстрактность. Он не Дух в этом плане. Бог есть Дух, Бог есть огонь, Бог есть Любовь и так далее. Но это все-таки значит, что тот личный Бог явился через Дух. Явился через огня. Явился через Любви. Это не значит, что оно написано, что наш Бог как огня. Но это не значит, что сразу ты видишь огня, зажигалка или там Бог. Нет. Так нет. Значит, что Бог Явился через огня. Но Бог сам я предупрагаю. Даже моя возлюбленная жена со мной не сто процент согласна об этом. Но это только предлагать. Я предлагаю тогда, что Бог существует тогда в телесном виде. Что есть Бог в телесном виде. и он творил человеком по подобиям и по образам его. Значит, когда мы молимся, давайте, помолимся Богу, а что случится, когда я молюсь Богу? Если Бог просто дух, который бегал, труды судили об руку, а что это? Слов молитвы мою куда шли? Кому? А когда мы молимся Богу, Библия как-то ободрает, приглашает нам представить, что Бог есть, что Он существует как личность, даже в телесном плане. Как бы подобие человека, как здесь написано. Как бы подобие человека. И Бог сделал человек на подобие и образом его. Получается тогда, что когда я молюсь, когда ты молишься, наши слов доходят к кавычками человеку. К личности. Не просто туды, суды, на атмосферу, на эфире, на облаках, но к человеку. И Бог это слушает. Это конечно метафор, что Бог слушает. Но Бог все равно сознательно знает, что я молился и что именно я сказал. Когда написано, что Иисус сейчас стоит на правом сторону престола Божия. Это тоже как-то предполагается, что Бог существует, но где-то на небесах. Определить небо конечно мы не сможем, но это значит, что Он где-то есть. И Иисус там находится, на правом сторону Его престола. Написано, что у Бога с Иисусом есть разговор у нас и тоже о том, что Иисус придет оттуда сюда. Это чудесно на самом деле. Что-то не все так абстрактно. Почему много людей имеют слабую веру или вообще не веруют. Это наверное из-за того, что они не понимают в чем верить. И все кажется слишком абстрактно, слишком от нас далека. Ну что верить в Бога, что это значит? Дай мне значение в этом слове. Что ты имеешь в виду, что Бог есть? И по крайней мере у каждого человека должен быть какое-то представление о Боге. Я так предполагаю, что Он существует. И через то, что мы приняли крещение во Христе, мы сейчас находимся в ситуации, в положении, где Бог смотрит над нами, как мы являемся на самом деле и тоже Его дети. Это чудесное понятие, что тот Бог, тот Личность, тот как бы подобие человека, по-библейски сказать, который существует там, на небесах, что у него был Сын Иисуса. И мы сможем и тоже становиться Его Дети, Его Семьей, на этом маленький планет, так далека от него, ну, в смысле километраж, скажем там, но это ни при чем. Так как здесь написано в этом видение, тот Бог, который правда, так далека от нас, не только в смысле дистанцию, расстояние, но и тоже, конечно, морально плане, сил, слава и так далее, гораздо сверх наших представлениях. Тот Бог на самом деле существует и хочет становиться рядом с человеком. И это чудесно. И это все, конечно, в конце концов, ради того, что Иисус умер на кресте. И ради того, что мы решили присоединяться с ним. И через хлебопреломнение, которое мы сейчас будем делать, мы как-то показываем то единствие между Богом и человеком и между Иисусом и человеком. Поскольку мы возьмем тот кусочек хлеба, это символ его тела. Чаша является символом его крови. Это так, как мы тоже присоединяемся к ним, к Иисусу. И в том плане мы тоже присоединяемся и к Богу. Итак, если кто хочет креститься, обратите ко мне после собрания. У кого есть кое-что добавить? То, что было видение Божьей из Экилии, в вещи серьезные, в вещи серьезные пытался проникнуть. Однажды меня заинтересовал секрет времени. Ко мне был голос, зачем тебе ребенок секрет времени? Его не знал никто из живущих на земле. Я упирался две недели, все-таки мне было интересно. У меня было ощущение, что у меня мозги просто растворяются от напряжения. Но потом был голос, если ты хочешь, возьми ничто и создай из него нечто. Поставь на шкалу времени, дай ему энергию, дай ему устав, вдохни в него жизнь и проследите за его движением. Я говорю, кто может сделать из живущих на земле? Говорит, ребенок, а почему ты спрашиваешь об этом? Потом была какая-то время тишина, недели две в этом плане сложного вопроса, хотя общение идет каждый день. И потом мне сказали, мы дадим тебе технологию мысли, ты будешь видеть мысли людей, научись с этим общаться нежно, бережно, как собственно зенится окон, чтобы творить добро и не делать злобно. То, что произошло из Закили, ему было видение, чтобы Израиль понес наказание, Бог создавал Израиль таким, каким он хотел видеть, чтобы они не стали ни халдеями, ни мореями, не стали подобными городам, которые испепелил огонь серые Содом и Гаморьбы, Господь хотел видеть Израиль таким, каким он должен быть. И если не хватает пророков, если не хватает мудрецов для увещевания народа, приходит другая мера воздействия, приходит Вавилон, в котором человек, если он не хочет задумываться по-хорошему и погибнуть, то его приходится напрягать до такого состояния. И видение языки любого для того, чтобы Израиль почувствовал, что величие Божие не оставляет народ, оно рядом, наказание, которое они несут, они понесут от начала до конца. В видении языки проникнуть не могу, я знаю, мысль останавливается перед этим. Я стал точно чувствовать, во что мысль входит, во что нет. величие Божье объяснить невозможно, но Бог настолько нежно и бережно относится к своему созданию. Человек, который создает машину, он хочет, чтобы она его слушала, она контролировала, она работала, и он над этим будет работать. Человек, который создает компьютер, тоже хочет, чтобы компьютер работал и полностью контролировался человеком. Так же и Бог, создавший человека, хочет человеку принести благо, а не злоба. Поэтому он его воспитывает, поддерживает, увещевает, наставляет, учит, заботится о нем. Мне с Вавилоном проще, мне Вавилон ходить не надо. Если я начинаю косорезить, Вавилон появляется рядом со мной, проносится как ураган. Я начинаю думать, что-то я сделал не так, что-то наказан. Меня радует, что я остался живой. Вавилон прошел, живой остался. Значит, я должен сделать выводы. Я делаю выводы, я раскаиваюсь. Раскаяние это не головой в пол биться и плакать о своих грехах. Раскаяние это когда человек меняет систему своего мышления, систему своих поступков. Это очень сложная вещь. Это то, что нужно сделать. Еще я хочу сказать что-то о жизни Иисуса. Он с детства знал, что он пойдет на крест. Он знал, что ему будет очень тяжело не за свои грехи, а за чужие. Еще я скажу одну вещь. Он в жизни не совершил греха. Попробуйте чинить дня ни разу. Кого-то не позасловить, кого-то не проклясть, кому-то не пожелать злоба. Прожить один день библейских заповедей. Евреи пробуют такой вариант. У них назарейство есть. Вот забивай на три дня назарейство, водку не пьют, женщина не прикасаясь, плохо ни о ком не думаю, сколько могу, столько выдержу. И видение Божие, которое было Езекиилю, если когда Соломон строил храм, там было Медное море, Медное море стояло на 12 быках медных. И каждые смотрели в свою сторону. Очень похоже на расположение стана, в котором стояли евреи вокруг скиньи. Эта вселенная сотворена Богом. В ней нет ничего лишнего. В ней нет ничего случайного. Если к человеку что-то прилипает, значит, он это заслужил. Отворачиваться это бесполезно. шприц не спрячешься. Стаканом горе тоже не зальешь. Оно будет рядом с тобой. То, что ты посадил. Ты садишь в реку времени события. Эти события дают результат. И они к тебе приходят. То, что сегодня есть урожай того, что ты посадил вчера, год назад, 10 лет назад, оно приходит. Но Бог человеку помогает, он его поддерживает. Он дает шанс двигаться вперед. И просто о том, что он есть, он чувствует тебя. Бог тебя создавший от утробной матери. Он чувствует тебя, чувствует, что ты думаешь. Евреи, когда сидели, почему они есть это стена плачут? Перед тем, как уйти в землю обетованную, было все, не хватило веры. Они сидели и плакали. Мы жили в Египте, мы были рабами, мы лепом, а сейчас нас хотят умертвить. А там великаны, а там великие стены, которые мы не можем пройти. Не хватило одного шага веры. Это то, что предложил Бог. На одном шесте несли виноградную ветвь два человека, земли текущие молоком и медом. Это то, что предложил Бог. И то, что взяли они, это хождение по пустыне, пока не вымер весь народ, который плакал. Человеку невозможно спрятаться куда-то в этой вселенной. Его мысли очень прозрачны, его мысли очень видимы, и они дают результат. Можно ходить плакать и каяться, можно повесить на если что угодно, но если внутри твоего духа, внутри твоего сердца, сидит зло, зло перетянет. Перетянет то духовное, что внутри. Христос не зря сказал более всего храни его, храни сердце свое, из нее все источники жизни. Спасибо. Спасибо. Отлично, все сказано, спасибо большое.